Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и сегодня мы поговорим о том, как из одной неталинной текстуры получить полноценный PBR-материал в Substance Alchemist. Импортировать его в 3ds Max с помощью Substance Plugin. Отрендерить в Octane Render и получить такой результат. Приятного просмотра! Итак, для создания PBR-материала металла, я буду использовать данную текстуру. Ссылку на которую я оставлю в закрепленном комментарии. И кстати, здесь уже есть готовый тайл. Но наша задача состоит в том, чтобы из любой неталинной картинки создать PBR-материал с тайленными текстурами. И проверить возможность создания таких текстур в Substance Alchemist. Поэтому качаем неталинную текстуру в максимальном разрешении, которое доступно Вам. И открываем Substance Alchemist. Как только Вы его откроете, сразу переходим в вкладку Create. И в данное окно перетягиваем скачанную текстуру. После этого Substance Alchemist появится окно с тремя действиями на выбор. Выбираем первое с названием Bitmap to Material. Таким образом, Вы уже получите готовый PBR-материал с этой текстурой. Но естественно, его нужно настроить и применить разные фильтры для достижения нужного результата. В первую очередь, нам нужно настроить основной слой под названием Bitmap to Material. Для этого нажимаем на данную иконку, чтобы открыть все его настройки. В Surface Type выбираем металл. Так как мы создаем металлическую поверхность. Surface Scale пускай будет 5 метров, а Height Scale 3 сантиметра. Я думаю, что этого будет достаточно. Далее открываем вкладку Height. И настраиваем разные параметры для достижения результата, который Вам понравится. Например, мне нравится такой результат. Кстати, чтобы изменить положение источника света, просто удерживаем Shift и правую кнопку мыши. И затем двигаем ею. Также, если Вам не нравится H-Drive, установленная по умолчанию. Кликаем на данную иконку и меняем ее в вкладке Environment. Я обычно выбираю Glazed Patio. Так как мне очень нравится эта H-Drive. С освещением, которое она дает, очень удобно настраивать металлы. Но при желании, если Вам мало стандартной H-Drive, Вы можете загрузить свои с помощью кнопки Load Environment. Ниже можно настроить ее экспозицию, а еще ниже сделать настройки шейдера. Я обычно ставлю максимальное количество сэмплов для лучшего результата и включаю тисселяцию. Чтобы наглядно видеть все изменения настроек Displacement. После того, как Вы настроили Height, переходим в вкладку Roughness и настраиваем глянцевый или матовый блик. Субтитры создавал DimaTorzok И еще ниже можно настроить Ambient Occlusion. Опять же, когда Вы довольны настройками Roughness и Ambient Occlusion, можно снова вернуться в Height. И еще поэкспериментировать с его настройками, для достижения результата, который Вам нравится. Затем, чтобы убрать видимые тени и всякие ненужные детали, назначаем модификатор Equalizer. Именно с помощью данного фильтра можно выровнять текстуру по свету и теням. Таким образом, Вы уберете все лишнее из нее, изменяя настройки радиуса. И благодаря этому, Displacement станет более ровным. Конечно же, можно включить опцию Keep Local Differences. И потом настроить сам тайл в другом фильтре, если Вы не хотите терять слишком много деталей. Я думаю, пока оставить данную опцию включенной. И кстати, в Advanced Вы можете отдельно настроить каждый слот PBR материала. То есть открываем вкладку, относящуюся к определенному слоту. Включаем опцию Override Common Parameters. И настраиваем данный слой отдельно. Тут уже сами решайте, что Вам больше нравится. За видимые границы тайлинга, можете не волноваться. Так как это легко исправляется следующим фильтром Tiling. Как только Вы его назначите, у Вас сразу исчезнут все видимые швы. Здесь же Вы можете изменить настройки тайлинга с помощью опции Tile. И посмотреть, как будет талиться текстура. Также можно настроить Smart Auto Tile, выставив нужное разрешение текстурой. И ниже уже настраиваются видимые границы. То есть именно здесь настраивается то, как будут убираться они. Настройки достаточно простые. Поэтому я не буду рассказывать о них подробно. Также в правом окне Вы можете двигать границы контурного квадрата. И этим действием изменять тип тайла. То есть благодаря этому фильтру, можно из любой фотографии получить тайлинную текстуру. А далее Вы можете назначить ноду Adjustments. И в ней настроить разные параметры. Например, увеличить резкость Albedo. Настроить Hue, Saturation, Brightness и Contrast. И силы влияния всех этих настроек на основной цвет. Ниже в вкладке Reflection, можно настроить интенсивность и контраст отражений. Субтитры создавал DimaTorzok А далее в вкладке Heat внести корректировки в Displacement слой. И еще ниже можно модернизировать Ambient Occlusion. Далее, после того, как Вы останетесь довольны результатом настроек основного материала. Вы можете добавить грязь, краску и разные интересные фильтры поверх него. Например, так выглядит слой с Dust. С помощью которого можно получить пыль и грязь разного типа и оттенка. Далее, когда вы можете планировать這些 цвет, то в этой части скале есть другая часть. Еще и тут они пострадали чтение. У меня здесь будет много. Какие вещи из её выкладки? Я надеюсь, что вы должны найти этот метод. А также мне очень понравилась эта цветка. Слой Paint и то, что получается в результате его применения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И конечно же, куда же без ржавчины на металле. Субтитры создавал DimaTorzok И в любом таком эффекте При желании, можно загрузить свою маску и включить разные дополнительные параметры. В итоге, в результате всех операций, из обычной фотографии. Вы получите полноценный Таллинный PBR материал металла ржавчиной. Или какой-нибудь другой. Причем, каждый слой можно снова открыть и изменить его настройки. Например, снова изменить Roughness Glossiness и получить другой металл. Также, вы можете посмотреть все слоты этого PBR материала, для того, чтобы проверить, что в итоге получилось. После того, как вы довольны результатом, сохраняем материал с помощью кнопки Save Your Material. Пишем название. Указываем коллекцию, в которой хотим хранить данный материал. И нажимаем Save. Затем, приступаем к экспорту материала. Для этого, нажимаем на эту кнопку и кликаем на Export Current View. В итоге, появятся настройки, в которых можно настроить, какие текстуры будут экспортироваться и в какой формат. В данном случае, выбираем Substance Archive в формате SBSR. Указываем путь сохранения файла с помощью Destination Path. Устанавливаем максимальное разрешение и нажимаем Export. После экспорта, вы сможете открыть папку с экспортированным материалом. Теперь нам нужно установить специальный плагин, чтобы загрузить данный формат в 3ds Max. Для того, чтобы его установить, переходим по ссылке в закрепленном комментарии и качаем нужную версию под ваш 3ds Max. Я буду использовать 2020 версию. После установки плагина, в 3ds Max у вас появится Substance меню. И в материал-эдитере появятся две карты. Substance и Substance 2. Мы будем использовать вторую. Итак, создаем данную ноду. Два раза кликаем на нее, чтобы открыть настройки и нажимаем на кнопку Load Substance. После чего указываем наш экспортированный файл. В итоге, Substance создаст все нужные слоты, которые можно будет подключить к Actan Universal материалу. Конечно же, вы можете использовать меню и выбрать Substance 2 и нужный вам рендер. Но сразу скажу, что Alligarithmic пока не обновили конвертер до последней версии Octane. Поэтому, если вы выберете Substance, то Octane 3.06. У вас будет создана старая система нодд со старым методом и материалами. Ведь в этом уроке я использую самую новую версию Octane Render. И хочу показать, как работать с новым Octane Universal материалом. Поэтому, этот конвертер вам не подходит. Кстати, именно благодаря Atoi и Alligarithmic Support, я понял, как подключать Substance к Octane Universal. Потому что, если вы просто попробуете подключить его слоты в Octane Universal. То у вас ничего не получится без использования особенности подгрузки текстур в Octane Render. Чтобы все работало как нужно, вам просто для каждого слота нужно создать RGB Image ноду. В настройках Substance устанавливаем максимальное разрешение в 8К, так как Substance это процедурный материал. И несмотря на то, что мы экспортируем 4К из-за ограничения Substance Alchemist в 3ds Max, Вы можете использовать данное разрешение и получить лучшее качество, чем в 4К. Остальных параметров в настройке материала пока нет. Но Alligarithmic обещают добавить параметрические функции в будущем. Как у обычных SBSR файлов, которые можно скачать на Substance Source. И так, давайте добавим несколько нод RGB Image, чтобы подключить Substance Material. Создаем одну ноду и клонируем ее 4 раза таким образом, чтобы 2D Transformation нода у всех была общей. То есть, просто выбираем ноду RGB Image и с зажатой клавишей SHIFT создаем клоны. Затем просто подключаем каждый слот Substance Material к этим нодам. А их в свою очередь подключаем к Octane Universal Material. Единственный момент, который Вам стоит учитывать, это то, что для слота Height в Substance Material, Вам нужно создать дополнительную ноду Octane Vertex Displacement. Чтобы все работало правильно. Так же, еще раз клонируем ноду RGB Image и подключаем Specular Level в Specular. Далее, немного наведем порядок ноды, чтобы не было такого непонятного хаоса. Для этого, просто нажимаем на данную иконку. Таким образом, положение нод будет более аккуратным. Затем, создаем обычный Plane 5 на 5 метров и назначаем на него наш материал. После чего, создаем Octane Солнце и запускаем Octane Render, чтобы посмотреть, что получается. Далее, в настройках материала для Roughness, Metallic и Normal ставим значение Gamma равным 1. И изменяем Тайл Текстуры в 2D Transformation ноде. Для этого, уменьшаем значение параметра Scale. Например, делаем его равным 0.5. После чего, делаем такие настройки в Vertex Displacement ноде. И получаем такой результат. Если Вам нравятся скругленные углы, то останавливаемся на этом. Если нет, то просто добавляем ограниченные ребра через Insert Loop с помощью Ribbon Tools. И тогда у Вас будут прямые углы. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю Вам хорошего настроения. Всем мир! Всем мир! Субтитрым screens! Продолжение следует... Продолжение следует...